Вести Карачаева, Черкесия В Республиканском центре по улице Калантеевского 2 восстанавливают придомовую территорию многоквартирного дома. В Карачаево-Черкесии запускается мобильный университет – онлайн-платформа креативных профессий. И в Черкесии открылся второй стационарный школьный технопарк «Кванториум», оснащенный современным оборудованием. Далее об этих и других темах подробнее. Утвержден порядок назначения и выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин с 1 января 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По поручению президента правительство выстраивает целостную систему помощи нуждающимся семьям с детьми всех возрастов. В рамках этой работы с 1 января запускаем для них единое ежемесячное пособие. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением либо усыновлением ребенка до достижения трех лет. Также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Станет оно назначаться и беременным женщинам с низкими доходами. В каждом случае адресно, с учетом индивидуального материального положения. Поддержку получат родители, которые воспитывают порядка 10 миллионов детей. Правительство утвердило порядок назначения такой ежемесячной выплаты. Со следующего года работники здравоохранения будут получать специальные ежемесячные надбавки. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что по предложению правительства президентам принято решение об установлении с 1 января следующего года специальных доплат медработникам. На эти цели в следующем году предусмотрено 152 миллиарда рублей. Врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку 18,5 тысяч рублей. Врачи первичного звена будут получать надбавку 14,5 тысяч рублей. И врачи скорой медицинской помощи 11,5 тысяч рублей в месяц. Что касается среднего медицинского персонала, то здесь размеры ранжируются следующим образом. Средний медицинский персонал центральных районных и районных больниц ежемесячно 8 тысяч рублей. Средний медицинский персонал первичного звена здравоохранения, то, что понятно, это поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, это 6,5 тысяч рублей. Фельдшеры, медицинские сестры скорой медицинской помощи 7 тысяч рублей. И младший медицинский персонал центральных районных больниц первичного звена будет получать ежемесячную доплату 4 тысячи рублей. Также фельдшеры скорой медицинской помощи, которые принимают вызовы, будут получать ежемесячную доплату 4,5 тысячи рублей. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов вместе с коллегами, сенаторами, депутатами парламента республики и членами правительства принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», в рамках которой ежегодно исполняются мечты тысячи детей страны и Карачаевой Черкесии в частности. В преддверии Нового года ребята попросили у Деда Мороза куклы, машинки на пульте управления, смарт-часы, наушники, а также наборы украшений и косметики, игрушечные музыкальные инструменты, смартфоны, планшеты и многое другое. Рашид Тимрезов выразил надежду, что исполненные желания подарят детям много радости и ярких впечатлений. В Карачаевой Черкесии прошли главные республиканские мероприятия для детей. В течение двух дней в региональной столице яркое и красочное представление смогли посмотреть более двух тысяч детей. Это дети, отличившиеся в учебе и общественной жизни, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Детей ждала игровая программа и замечательный спектакль по мотивам доброй и хорошо всем знакомой сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». И, конечно же, ни один ребенок не ушел без новогоднего подарка, комментирует информацию министр образования и науки республики Инна Кравченко. Ежегодно проводим елку главы Карачаева Черкесской республики Рашида Борисовича Тимвеста. На эту елку приглашаются дети, которые добились лучших результатов в течение года в учебе, в спорте, в творчестве. Это победители и призеры школьных олимпиад, которые выходят на всероссийские уходы, дорогие ребята. Это победители и призеры спортивных состязаний и соревнований и иных конкурсных мероприятий. По окончанию мероприятия все ребята получат подарки главы Карачаева Черкесской республики Рашида Борисовича Тимвеста и получат сувениры и сюрприз, помимо подарков. Для детей военнослужащих, находящихся на спецоперации, устроили настоящий праздник с участием любимых сказочных персонажей. Присутствующих поздравил министр труда и социального развития Руслан Шаков. Мы пригласили детей, участников специальной военной операции, детей наших героев, выполняющих свой воинский долг. Мы хотели, чтобы знали, семьи наших героев заслуживают самого пристального внимания. Органы власти, наши общественные организации делают все возможное для всесторонней поддержки этих семей. Стационарный школьный технопарк «Кванториум», оснащенный современным оборудованием, открылся на базе гимназии номер 18 Черкеска в рамках реализации нацпроекта образования и партийного проекта «Новая школа». Он стал вторым в республиканской столице. Первый такой технопарк с осени прошлого года работает на базе 19-й гимназии. В «Кванториуме» созданы все условия для занятий робототехникой, информационными технологиями, углубленного изучения информатики, физики и химии. Новый технопарк поможет раскрыть потенциал детей от 10 до 18 лет в освоении современных технологий и выбрать будущую профессию. В следующем году власти республиканской столицы разработают проектно-сметную документацию строительства крытого футбольного манежа на территории Черкеска. По предварительным данным, это будет крытый манеж размерами 40 на 20. На прямую линию с главой Карачаева Черкесии Рашидом Темрезовым обратился руководитель футбольной школы «Академия футбола» Сергей Мащенко. Он отметил, что из-за отсутствия футбольного манежа дети в возрасте от 3 до 7 лет в зимнее время не могут тренироваться на улице, поскольку высока вероятность заболеть, в связи с чем вынуждены заниматься в школьных залах. Вместе с тем, с 2023 года наша команда «Нарт» вернется в профессиональный футбол и будет выступать во второй лиге. Возвращение команды на профессиональный уровень приведет к возрождению детско-юношеских футбольных школ в регионе и их материально-техническому переоснащению. Парламентариями Республики утверждены основные характеристики регионального бюджета на следующий год. Общий объем доходов составил 33,8 млрд рублей. Общий объем расходов – 33,6 млрд рублей. Профицит республиканского бюджета на грядущий год – более 170 млн рублей. Проект бюджета на будущий год и на плановый период до 2025 года, как и в предыдущие годы, имеет выраженную социальную направленность. Об этом сообщил министр финансов Карачаево-Черкесии Вадим Камышан. Как и в предыдущие годы у нас бюджет социально ориентирован, расходы этого направления составляют у нас более 60% от общих расходов. Ну и всегда основной документ формируется непросто, потому что тем более в современных условиях мы должны смотреть вперед, прогнозировать, планировать, какие решения будут приниматься в следующем году в настоящих условиях. Есть, конечно, у нас положительные, позитивные моменты. У нас мы проиндексировали и заработные платы, и расходы по медикаментам проиндексировали. Предусмотрели средства на выполнение майских указов президента. Дополнительно мы в бюджете предусмотрели средства на увеличение лекарственных препаратов, мы добавили 50 миллионов рублей, на предоставление квартир для детей-сирот, мы дополнительно 40 миллионов. То есть у нас в этом году такие беспрецедентные объемы, но мы будем стараться и дальше наращивать. В течение этой недели в Черкесске по улице Калантеевского 2 будет восстановлена придомовая территория многоквартирного дома. С просьбой об этом на прямую линию руководителя региона обратилась жительница дома. Она пожаловалась на плохое состояние двора, который был поврежден в ходе строительных работ в детской школе искусств Черкеска и разрушающийся фасад здания. Женщина рассказала, что территория многоквартирного дома раскопана, отсутствует тротуар, а при сильных осадках во дворе стоит вода. Заместитель мэра Черкеска Заур Тугов прокомментировал ситуацию с переселением жильцов многоквартирного жилого дома по улицу Гутякулова 9 и 5, которые обратились к главе республики в ходе прямой линии с просьбой улучшить условия их жизни. Что касается многоквартирного дома, расположенного по адресу Гутякулова 5, он постановлением мэрии включен в перечень домов, подлежащих переселению. На сегодняшний день готовится техническая документация по передаче второго дома по улице Свободы 62 в собственность муниципального образования города Черкеска. После того, как этот дом будет передан, жильцы домовладения расположенного по улице Гутякулова 5 будут переселены в данный дом. Мы определили уже, что у нас первый дом, реализация программы, она исполнена у нас на 91%, то есть 8 домов мы практически переселений. Сейчас после передачи второго дома у нас стартует второй этап переселения домов, где уже включен дом по Гутякулова 5. Также претендентами для включения во второй дом к переселению у нас является дом по Гутякулова 7 и по Октябрьской 3. В Карачаево-Черкесии завершился ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего отремонтировано более 32 километров автомобильных дорог. Из них чуть более 13 километров отремонтированы в республиканской столице. Это 28 участков. 14 километров – это участок дороги Архыз-Лунная Поляна. И 5 километров – отрезок дороги Черкес-Хабес в подъезд к курорту Архыз. Помимо этого, в рамках программы был введен в эксплуатацию мост протяженностью 67 метров на дороге Кордоникская-Козалоктябрь. Инвестор для курорта Архыз будет выбран зимой следующего года. На сегодняшний день заявлены три потенциальных инвестора. Это компании «Красная Поляна», «Синара», акционерная финансовая корпорация «Система». Конкурс пройдет в два этапа и завершится оплатой 25% акций управляющей компанией Архыз и их переходом новому владельцу. В Карачаево-Черкесии дан старт благотворительному марафону, к которому можно присоединиться вплоть до 31 декабря, после чего будет сформирован гуманитарный груз, который отправится прямо в зону специальной военной операции, чтобы наши земляки в зоне СВО знали, что в новогодние праздники их помнят и ждут на родине. Подробности сообщила руководитель штаба «Мы вместе» Ася Хакерова. Все мы понимаем, что сейчас, конечно, очень тяжелое время, когда наши военнослужащие находятся в зоне специальной военной операции. Сейчас им очень нужна и важна наша поддержка, и наша республика является, так скажем, таким тылом, вторым фронтом для наших бойцов. Здесь мы все своими усилиями стараемся их поддержать, то есть проводятся вот такие благотворительные концерты, которые перетекают постепенно в ярмарку мероприятий, которые продлятся до конца текущего месяца, до 31 числа. Собранные средства будут, естественно, направлены на поддержку, на закупку того, что сейчас им крайне необходимо. Для того, чтобы собрать средства, одним из организаторов является региональный штаб «Мы вместе», который базируется на базе ресурсного центра по развитию добровольства. Там существует несколько способов для перевода денежных средств, то есть это по номеру карты, либо по QR-коду. Для юридических лиц это реквизиты самой организации, куда можно переводить деньги в целях благотворительности. Конечно, абсолютно не важно, какая сумма будет пожертвована, это может быть 10 рублей, может быть 1000 рублей. Главное принять участие, чтобы абсолютно каждый житель нашей республики посчитал своим, наверное, долгом принять участие, помочь, быть вовлеченным в эту деятельность. Тогда, конечно, мы увидим большой результат. В четырех муниципальных образованиях Карачаево-Черкесии, Россети и Северный Кавказ смонтировали почти 7800 интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Новое оборудование, в частности, установлено в ряде населенных пунктов Абазинского, Прикубанского, Карачаевского районов, а также Тиберде. Монтаж смарт-счетчиков и внедрение современной цифровой системы передачи и учета данных произведены на собственные средства электросетевой компании в тех муниципальных образованиях республики, где ранее фиксировался высокий уровень потерь энергоресурсов в сетях. Работа по оснащению домовладений потребителей умными приборами учета велась с осени 2020 года по ноябрь этого года. Выпускники проекта «АйТи. Мир без границ», стартовавшего на территории Карачаевой Черкесии, еще шесть месяцев назад представили свои работы. Целью проекта является обучение детей с ДЦП основом компьютерного программирования и 3D-моделированию. На компьютерные курсы приезжали дети из всех городов и районов республики. Все участники образовательной программы получили сертификат о прохождении компьютерных курсов. Второй этап стартует в следующем году. В Карачаевске продолжается строительство первого в нашей республике ледового дворца. Уже в следующем году жители Карачаевой Черкесии будут осваивать на ледовой арене зимние виды спорта. О темпах строительства спортивного объекта расскажет начальник отдела физической культуры и спорта администрации Карачаевского городского округа Альберт Сарыев. На сегодняшний день популяризация именно зимних видов спорта, она будет очень в потребности для жителей, она нужна. Здесь мы можем рассчитывать на такие виды спорта, как хоккей, например, конкобежный спорт. В будущем планируется также привлечь специалистов, которых будут обучать наших детей. В Карачаеве Черкесии завершилась реализация проекта «Билет в будущее», в рамках которого учащиеся с 6 по 11 классы выбирали профессию. Участниками стали около 3000 школьников республики. Реализуется этот проект по поручению президента страны в рамках национального проекта образования. В этом году в рамках проекта было проведено 173 профориентационных урока, школьниками было пройдено 3623 онлайн-диагностики. Около 3000 учащихся приняли участие в профориентационных уроках, около 2000 обучающихся прошли профессиональные пробы и получили рекомендации по выбору профессии. В Карачаеве Черкесии запускается мобильный университет – онлайн-платформа креативных профессий. Прямо сейчас можно принять участие в запущенных на платформе творческих конкурсах, научиться рисовать мультфильмы, снимать кино на смартфон и создавать другие творческие продукты. Более 30 художников и мастеров декоративно-прикладного искусства из Карачаевой Черкесии и Кабардино-Балкарии представили свои работы на выставке, главной темой которой стал Карачаево-Балкарский героический эпос «Сокровище земли нартов». Это порядка 100 работ, которые знакомят посетителей с преданиями прошлого и подвигами легендарных героев. Еще одна особенность экспозиции в том, что она передвижная. В картинной галерее выставка продлится до 15 января 2023 года. Комментирует информацию директор государственного Карачаева-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Марии Байчоровой Хаджимурат Эльканов. Я думаю, мои коллеги тоже меня поддержат, что в будущем мы спланируем, скажем так, фестиваль нартов, где будут представлены и все другие наши соседи. Думаю, будет очень интересный проект после этой выставки. Я думаю, мы обязательно сядем за стол и обсудим возможность дальнейших таких проектов. Лесоводы Республики восстановили свыше 13 гектаров леса, а за последние годы в целом свыше двух сотен гектаров. Проведены работы как по искусственному лесовосстановлению, так и по содействию естественному лесовосстановлению. А для того, чтобы в Карачаево-Черкесии всегда были запасы лесных семян, в текущем году создан лесной питомник площадью 6 гектаров. Кроме того, в рамках проекта сохранения лесов для защиты от лесных пожаров дополнительно в этом году закуплено 5 единиц лесопожарной техники. Всего в регионе за последние 4 года закуплено 32 единицы спецтехники. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. В горах свыше 2500 метров лавина опасна. В Черкесске небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 8 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!